Делегация во главе с губернатором Игорем Кошиным посетила «Андик». Там глава самого малочисленного муниципального образования презентовала проект социально-экономического развития. В приятных хлопотах проводят дни каникул ученики 4-й школы. Они продолжают благоустраивать двор своего давнего друга, участника Великой Отечественной войны Василия Самойлова. Не стало одного из основоположников окружной журналистики. На 65-м году жизни скончался бывший главный редактор газеты «Нарьяна Виндер» Александр Зайцев. На телеканале «Север Новости» здравствуйте. О главных событиях Неницкого округа расскажут наши корреспонденты и я, Ирина Цепетова. Для сел Неницкого округа должен быть установлен стандарт качества жизни. К такому выводу пришли главы всех муниципальных образований региона. Они представили проектные планы социально-экономического развития своих территорий. Важнейшие документы, по которым в ближайшие годы предстоит жить поселением, презентовали на высшем совете при губернаторе. А вот доклад главы Андига заслушали отдельно за 40 километров от столицы региона. Олег Хатанзейский о будущем самого малочисленного муниципалитета. Андик – деревня с уникальной историей. Всего несколько десятилетий назад здесь проживало около 600 человек. Затем сложные времена, распад колхоза. Многие люди потеряли работу и уехали из населенного пункта. Сейчас же в Андике по факту проживает около 200 человек. Печальная статистика. Среди них молодежи – единицы. Выпускник Наринмарского ПТО Виктор Пескишев родной Андик приехал ненадолго. Поможет родителям по дому, затем снова сборы ближе к городу, искать работу. Строить свое будущее молодой человек здесь не собирается. Говорит, перспективы нерадужные. Впрочем, приток населения в Андике все же наблюдается, сказала Валентина Абакумова, выступая с презентацией социально-экономического развития муниципалитета. В прошлом году количество жителей увеличилось больше, чем на 10 человек. Приезжают в основном молодые специалисты – это врачи и педагоги. Сейчас ждут учителя физкультуры. Деревня в нем нуждается особо, как и в спортивном зале. Зал спортивный нужен не только для школы. Он нужен и для детского сада. Он нужен для населения. У нас здесь работает совет ветеранов. У нас есть молодежь. Нам негде проводить спортивные мероприятия. Нам негде проводить спортивные праздники. Сооружение появится. Не фок, конечно, но тоже современное. В деревне построят универсальную спортивную площадку под открытым небом. Летом – волейбол, зимой – хоккей. Проводить досуг на свежем воздухе сможет каждый житель – и стар, и млад. В этом году обещают построить. Думаем, площадку построят, хоккейную коробку, все такое. Особое место в социально-экономическом плане развития муниципалитета занимает сельское хозяйство. Местную ферму закрыли 14 лет назад. Возродить животноводство пытались, но дело прогорело. Тут же занимались частным фермерством. Что-то подержали год-два, да и все. Попытка номер два должна стать удачной, обещает власть региона. Условия для энтузиастов созданы. В регионе существует система грантов, бесплатная юрпомощь и, конечно же, субсидирование готового продукта. Сегодня эта субсидия позволяет, как правильно сказал Олег Ануфриевич, собственнику и держателю одной коровы зарабатывать 30 тысяч рублей в месяц. Плюс-минус. Это одна корова. Соответственно, две, три, четыре, пять умножайте дальше. Но участники замахиваются на большее. В планах создать ферму, где будут содержаться как минимум 20 голов. Возродить хозяйство в Анди Геномерине уже в следующем году. Где-то в СМИ прозвучало, что мы собираемся строить ферму, мне уже звонят. Возьмите меня дояркой, если построите. Бизнес в самом малочисленном муниципалитете субъекта вообще развивается стремительно. Хозяину этого магазина, одному из первых в регионе, удалось реализовать совместный проект администрации округа и Сбербанка «Безналичный НАО». Купить необходимый товар здесь теперь можно не только за наличные, но и по карте. Удобнее. Как для населения, так и для нас. Но проблемы есть с интернетом. Проблемной остается и сфера ЖКХ. За последние 36 лет в Анди Гене возвели всего два жилых дома. В улучшении условий нуждаются 39 семей. Некоторые решили действовать самостоятельно. Они построят дома по региональной программе с 70 на 30. Условия выгодные. От стоимости затрат семьи оплатят всего 30%. Остальное – округ. У людей какая-то надежда появилась. Со строительством хотя бы тех же домов. Баню, может быть, он, конечно, когда-то и закончит эту баню строить. Но все-таки надежда у людей появилась. И возвращаются. Молодежь возвращается. И это, пожалуй, самое главное. Ведь, как говорится, без молодежи нет будущего. А что касается проекта, представленного главой андикского сельсовета, то к сентябрю он будет доработан. И при необходимости получит бюджетное финансирование. Олег Танзейский, Александр Дуркин, Телеканал Север, Андик. Там, куда не дотянулись руки коммунальщиков, благоустройством занялись дети и просто неравнодушные Нарин Марцием. Двор дома номер 8 по улице 60 лет СССР на глазах становится уютнее и краше. Благодаря давней дружбе жильца этого дома, ветерана Великой Отечественной войны Василия Самойлова с учениками 4-й школы. На этот раз школьники решили установить у подъезда ветерана забор. Соорудить недетскую конструкцию ребятам, конечно, помогли. Все хлопоты по поиску материалов, сварки и доставки взял на себя неравнодушный индивидуальный предприниматель Денис Чебыкин. К установке забора привлекли и окружного депутата Валерия Стопчука. Все вместе, затратив чуть более часа, забор поставили на его законное место рядом со скамейкой, которую ребята установили еще в мае, когда увидели, что Василий Петрович сидит у подъезда на стульчике. Мы ее сами красили, сделали в школе с учителем технологии. Красили девочки, мальчики все. Все работали. Дети после того, как установили скамейку, у них такое было воодушевление, даже после того, как они убрали просто мусор. Им действительно захотелось, они сделали полезное дело, им захотелось еще что-то сделать такое, ну, чтобы это время было потрачено не зря. Главное, что хлопоты по благоустройству стали приятными и для детей, и для виновников всех преобразований. Когда облагораживается что-нибудь, то очень хорошо. И главное, что облагораживают ребята. Восьмой класс, четвертая школа. Это еще вдвойне приятнее. Останавливаться на этом ребята не собираются. В планах высадить во дворе Василия Петровича саженцы деревьев, а зеленение запланировали на осень. Ирина Цепетова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». На 65-м году жизни скончался бывший главный редактор газеты «Нарьяна Виндер». Александр Зайцев работал в окружном издании с 1976 по 1996 год. Это 20-летие стало значимым временем не только в жизни журналиста, но и Неницкого округа. Местами это в общем-то европейский уровень, где-то похоже на Норвегию. Я бывал там. Впечатлил, конечно, впечатлил. Но много новых лиц, старых, сожалению. Такие впечатления остались у Александра Зайцева после поездки в Нарьянмар в 2009 году. Современный, обновленный, совсем не похожий на город его молодости. Студент МГУ, начинающий журналист, приехал в Неницкий округ на практику. Неспешная жизнь, открытые люди, приветливая редакция газеты «Нарьяна Виндер». Столичного жителя очаровал заполярный городок. И он приехал сюда снова, уже с супругой. Здесь началась его профессиональная деятельность. Раньше была такая должность в Нарьяне Виндер, сапкор по геологии. Он объехал очень многие поселки геологические подбазы. Часто бывал на буровых. Обо всем и об этом писал в газете. Желание узнать и рассказать людям о новом и интересном сделали свое дело. Александра Николаевича вскоре назначили главным редактором. Время было перестроечное, газета менялась в тон общественным настроением. Печатались материалы по экологии, защите заповедных земель. Стали подниматься темы ЖКХ, жилья, связи и транспорта. Вновь появилась страница на ненецком языке «Ялумт». Александр Николаевич был человеком с чувством юмора. Это нам очень помогало пережить разные трудности. В то же время он был человеком очень легким на подъем. Очень любил командировки. Очень был общительным. Его знали очень многие люди. Со всеми он здоровался за руку, приветствовал всех. Годы, проведенные на севере, Александр Николаевич назвал самыми счастливыми в жизни. Он признавался, округ дал ему многое. Карьерный рост, встречу с интересными людьми, профессионалами своего дела. После переезда в родную Тулу часто вспоминал не менее родной Наринмар. Да все он дал. Профессиональный рост он дал. Самое главное, конечно, это чистота человеческих отношений. Как-то не врали, не обманывали, старались помочь друг другу. Несколько лет назад Александр Зайцев стал героем программы «Знакомый-незнакомый человек», которая выходит на телеканале «Север». Повторный выпуск программы смотрите в четверг, 2 июля, 18.45. К концу подходит первый месяц лета, а в городе не высажено ни одного цветка. Ненецкая АПК осталась не у дел. Очередная попытка отмывания денег или попросту недоразумения, но садить цветы этим летом будет подрядчик из Архангельска. За последние полтора года в регионе выявлено более 600 случаев нарушений антикоррупционного законодательства. Прокуратура округа подвела итоги. Цветочную неразберюху устроили из программы по озеленению и благоустройству Наринмара. На календаре уже конец июня, а город до сих пор находится без цветочного убранства. А все потому, что этим летом высаживать цветы в общественных местах окружной столицы будет не Ненецкая агропромышленная компания, как это было обычно, а приезжие подрядчики. Впрочем, архангельские озеленители уже предложили Ненецкой АПК стать субподрядчиками за 80% суммы контракта. Что же это, очередная попытка отмывания денег или попросту недоразумение, выясняла моя коллега Алина Войчейская. В теплицу я езжу уже не первый год, несколько лет. Людмила Хозяйнова в тепличном комбинате – постоянный покупатель. Жительница Оксина высаживает цветы в своем дворике, ведь так иногда хочется действительно почувствовать лето со всеми цветами и красками. Что было красиво. Лето у нас не очень важное на севере. И благодаря работникам, заботливым, умелым, таким красивым работникам тепличного хозяйства, мы в своих дворах тоже кусочек лета всегда имеем. В теплицах солнышка в этом году непривычно много рассады. Гвоздики, пионы и другие цветы, которые, кстати, этим летом не будут украшать аллеи и памятники города. Нинецкую агропромышленную компанию не допустили к участию в аукционе по благоустройству. И как бы смешно это ни звучало, из-за одного слова. Единственная наша ошибка, по которой нас отстранили аукционы, нами было написано такой, здесь есть такой пункт. Посадочный материал является продукцией собственного производства, а сортимент соответствует заявление. Мы не написали слово «Россия». Впрочем, по факту аукциона, как такового и не было. Из четырех поданных заявок три были отклонены. Конкурс выиграло общество с ограниченной ответственностью «Стройком». Цена вопроса – пять с небольшим миллионов рублей. Архангельские хозяйственники сначала решили не браться за облагораживание территории Наринмара и предложили агропромышленной компании стать субподрядчиками. Представитель компании мне позвонил и предложил, чтобы мы пошли на… То есть заключается договор субподряда с 20% снижением от максимальной цены. Максимальная цена этого контракта, как я понимаю, с той компанией этот контракт заключенный – 5 миллионов 145 тысяч, то есть минус 20% – это 4 миллиона. Мы на эти условия не согласились. Остальные 20%, по всей видимости, горе-озеленители решили оставить себе. Впрочем, в телефонном интервью исполнительный директор компании «Стройком» заявил, что никому ничего не предлагал. Была информация, что вы с «Солнышко» в Ненецкой агропромышленной компании предлагали стать субподрядчиками за 80% от контракта цены? Не знаю ничего подобного. Я не встречался ни с кем. А, ну просто телефонный разговор нам сказали. Был такой, что вы звонили и предлагали? Не знаю. У меня не было такой информации, чтобы… Были моменты на субподрядные работы взять, нет ли моменты в работе, но не все полностью. Может быть, это исходило не от нас? От кого? Не знаю, у кого есть коронные какие-то камни. Я не буду разглашать девушку с чьей стороны, еще у кого есть какой интерес. Судя по оправданиям директора «Стройкома», заинтересованные лица все-таки есть. А что же на эту историю думают заказчики? В «Чистом городе», как всегда, от интервью сначала отказывались, мол, вечно мы делаем из руководства этого предприятия дураков. По словам директора, они недовольны тем, что конкурс выиграла сторонняя компания. Аналогичная история уже случалась в 2012 году. Тогда иногородние подрядчики высадили цветы, спустя две недели они завяли. Получается, деньги попросту зарыли в землю. На вопрос о том, когда же все-таки начнется озеленение, директор «Чистого города» разводит руками. Я не могу сегодня сказать, как я могу сказать, когда они будут озеленять, если они не знают, кто такие. Они ко мне со мной не встречались, не разговаривали. Что я за ними буду говорить? Вы же снова сказали, что удачно сказал, что Петрович сказал, что они хотят у них суп подряд взять. Какие-то там условия им ставят. Но они отказываются от этих условий. А как будет компания озеленять? Может, они приедут к августа? Я не знаю, я не знаю, как. Вы же проводили конкурс? Мы проводили конкурс. Там написано, чтобы мы, чтобы они до 10 июля все высадили уже. Также в «Чистом городе» заявили, что контракт они не подпишут, пока собственными глазами не увидят саженцы. По документам цветы должны украсить Наринмарский Арбат, лесозаводской парк, территорию Обелиска Победы и городские памятники. Пока же эти памятники украшают искусственные цветы. Ну а самая главная загадка в этой истории – когда же начнется высадка живых саженцев. По контракту эти работы должны быть выполнены в срок до 10 июля. Впрочем, учитывая тот факт, что саженцы еще даже не отправились из Архангельска, а доставлять их сюда будут на барже по морю, и на это уйдет как минимум три дня, неизвестно, успеют ли архангельские озеленители в срок выполнить работу. Алина Волучейская, Александр Дуркин, Телеканал «Север». Искоренить коррупцию – это одна из основных задач, которые перед собой ставит прокуратура Неницкого округа. За последние полтора года при осуществлении надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции в регионе выявлено более 600 нарушений. Прокурор округа Николай Егоров приводит самые яркие примеры нарушений. Восемь глав муниципалитетов привлечены к административной ответственности за нарушения, выявленные в проведении «Северного завоза». Бюджетные средства уходили поставщикам без проведения публичных процедур. Есть уголовные дела в отношении бывшего директора компании Наринмарстрой и экс-главы Хариверского сельсовета. Чтобы в дальнейшем своевременно предотвращать коррупционные преступления, прокуратура заключила и реализует соглашение о взаимодействии с Федеральной службой финансово-бюджетного надзора, счётной палаты региона, контрольно-ревизионным комитетом, управлением Федеральной антимонопольной службы. Наиболее распространённой формой взаимодействия является обмен информацией о направлении в прокуратуру результатов проверок с признаками коррупционных правонарушений. Так, счётной палатой в прокуратуру округа представлено 15 материалов. По результатам рассмотрения в МВД России с признаками преступлений для принятия специальных решений было направлено три материала. Одному из них возбуждено уголовное дело. Соглашение о взаимодействии между счётной палатой и окружной прокуратурой было заключено ещё в 2012 году. На расширенном заседании председатель счётной палаты Неницкого округа Елена Сопочкина предложила разработать новый документ. Необходимо, наверное, заключить новое соглашение с учётом всех современных требований, так как то заключение, по которому мы работаем, соглашение, вернее, было заключено в 2012 году. Далее, как уже было отмечено Николаем Валентиновичем, необходимо использовать при взаимодействии такие формы, как проведение совместных совещаний, семинаров, круглых столов по актуальным темам. Соглашения о взаимодействии между прокуратурой, властями региона и муниципалитетов помогают своевременно выявлять и предупреждать нарушения антикоррупционного законодательства. Благодаря совместной работе только в этом году уже возбуждено два уголовных дела по факту дачи взятки должностному лицу. В прошлом году только одно. Общая сумма ущерба от коррупционных преступлений в Ненецком округе составила почти 2 миллиона рублей, а возмещено всего 800. Для ещё более оперативной работы представителям прокуратуры предложили принимать участие в коллегиях счётной палаты, а сверки документов проводить не в конце года, как это было ранее, а ежеквартально. В Наридмаре прошёл юбилейный чемпионат по боулингу. В этой игре, как и в любой другой, есть свои секреты. Испытать их собрались 80 самых метких. Точно удары по кеглям принесли одной из команд в звание чемпиона. Юбилейный чемпионат по боулингу среди команд Ненецкого округа прошёл накануне Дня молодёжи. 20 команд сразились за звание лучших игроков. Покатать шары пришли представители учебных заведений и работающая молодёжь. Лучший игрок двух прошлых чемпионатов Алексей Волков не упускает возможности покатать шары. За пять лет менялись названия и состав его команды. Но неизменно одно – стремление быть первым. Для этого сборная команда, работающая молодёжи шарокаты, регулярно тренируется. Я помню, пять лет назад был первый молодёжный турнир. У нас команда называлась смешно очень «Ненецкие бедуины». Мы тогда заняли четвёртое место, получили приз за волю к победе. И с тех пор хотелось попасть в призы. И на следующий год мы уже были в тройке. И вот два года подряд нам удавалось занимать первое место. Ну и в этом году постараемся тоже победить. Надеемся на хороший результат. Без малого четыре часа команды сражаются за звание лучших. Несмотря на большое количество участников, 20 команд по четыре игрока, в финале борются самые стойкие. Пять игр на проход в финал. Выбирается четыре команды по числу максимально набранных баллов. Набираясь всё больше опыта игры в боулинг, Алексей Волков набрал 171 балл и вновь стал лучшим игроком чемпионата. А его команда заняла второе место. Призовое место каждый год занимает команда «Бриллиантовая рука». В боулинге, признаются молодые люди, есть свои секреты. Дорожка специального, поэтому необходима особая обувь. Все шары разного веса. Каждый человек может подобрать себе шар. Некоторые люди кидают на точность, некоторые люди кидают на силу. В принципе, оба подхода приносят результат. Точные удары по кеглям принесли команде звание чемпиона. Впрочем, без призов не остался никто. Организаторы наградили постоянных участников чемпионата. Надежда Литкова, Сергей Качиков, Телеканал «Север». Следить за нашими новостями вы можете и в социальных сетях. Мы есть в ВКонтакте, Твиттере, Фейсбуке и на портале YouTube. Онлайн-трансляция канала, а также всю самую свежую информацию вы можете увидеть на нашем сайте. Будьте в курсе событий и хороших вам новостей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!